Параметры конструкции ракеты-носителя в норме Дорогие друзья! И мы снова вместе! В нашем любимом пассате! В нашем любимом пассате! Наконец-то! Папа-мобиль мы вернули, забрали машину! Вроде едет! Не постучай! Не постучи по дереву! Сирень у меня с весной ассоциируется На борту порядок, все в норме Сегодня у нас конец рабочей недели! Все рвутся на дачу усиленно! Погода чудесная! А впереди у нас длинные выходные! Потому что праздники 30 апреля в понедельник у нас будет Чародельница! Помните, что это такое? Если кто не помнит, забейте Чародельница в поиске и найдете мое видео! А потом 1 мая день трудящихся! Как же без этого праздника? Ну, в общем, все подряд! А у меня произошло горе, друзья мои! YouTube кинул мне страйк на одно из старых видео 2016 года о посещении мною выставки Конофест! Кто не знает, страйк это предупреждение! Предупреждение серьезное! Видео мое удалили! Я, конечно, подал апелляцию! Это возможно в течение месяца еще сделать! И, ну, не знаю, как оно будет рассмотреться, потому что видео совершенно безобидное! Но самое печальное, что понизился мой рейтинг! Мне запретили на главном канале, вот на этом, на котором кинули страйк, вести прямые трансляции! И если у меня будет три таких страйка, то меня заблокируют! Ой! Классно! Так что пока! Пока-пока! Пока-пока! Такие вещи происходят потому, что на нас кто-нибудь жалуется! Вот кто-то взял какой-то невежда и пожаловался! Ну, что поделать? А еще сегодня последний звонок, так сказать, у старшеклассников! И в этот день по традиции, практически во всех школах, наверное, да, старшеклассники бегают, пристают к младшим классам, требуют у них чего-нибудь! Нет, они собирают деньги на балл! Собирают деньги на балл, да-да-да! Кто даст побольше, тому не пачкают кетчупом и горчицей! Это в нашей школе, по крайней мере! Все измазаны кетчупом, горчицей, а Володя видел с зеленкой! Хотя, не знаю, где-то взяли, наверное! Вот, так что... Веселятся! Если дал мало, то тебя испачкали! Если дал много, то... 50 крот тебя испачкали, 200 проходили! Вот такая традиция! Ну, прикольно! Мне нравится! Все такие чумазые сегодня шли, всех измазали! А мы с Таней отправляемся на поиск новых приключений! Опять мы с Таней ехали-ехали! И куда-то заехали! Где мы еще никогда не были! Где мы еще никогда не были, как обычно! Дорога случайно привела нас в замок, который называется Градок Униханец! Он находится в 12 километрах от Градца Кралове! Этот замок неоготика! Он был построен всего лишь в 19 веке! А на его месте когда-то находилась старинная рыцарская крепость 1377 года! Вот так вот живешь в такой замечательной стране Чехия и встречаешь вот такую красоту! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Реставрация этого замка происходила неоднократно! Он много лет был желтого цвета! Но при последнем ремонте восстановили первоначальный красный цвет! Красный цвет это второе популярное название Градца Униханец! Этот замок-музей, он доступен для доступа посетителей! И здесь находится очень много всего интересного! Картины и галереи, библиотека из 5500 томов, трофеи графа охотничьей, коллекции мейсонского фарфора, богемского стекла, различные интересные помещения рыцарские, золотые залы, рабочий кабинет и уникальные собрания деревянной мебели на стенах панелей и разнообразных предметов быта! В общем, очень интересно! Такая чудная беседка! Присаживайтесь, проходите! Здравствуйте! Вот так сидели и сидели! Неожиданное место, да? Да, вот так живешь, живешь в стране, богатой своими достопримечательностями и вот такое находишь, просто вот слов нету! Удивительное место! Просто мы куда-то направлялись! Я говорю, ой, смотри, вы знаете, такие таблички коричневого цвета с изображением какой-то достопримечательности, горы, замка там и еще тогда всегда находятся вдоль дорог, вдоль шоссе! И вот так же мы ехали, ой, смотри, какой-то... Причем ехали совсем в другое место! Радок! Радок, давай заедем! Вот заехали! Мы не разочаровались здесь сидели! Абсолютно! Только стреляют где-то прямо, может, немного! И надеюсь, вы с нами тоже не разочаровались! Поедем дальше! Есть отделение первой ступени! Подтверждаем отделение первой ступени! Танечка! Куда нас занесло? Нас занесло в город Пордубица и здесь гораздо прохладнее, чем в Фраге, да? Да! Да! Ребят, думаешь, больше автоматов? Да, у меня больше! В наших видео, друзья, вы часто слышите птичек, которые поют, там, павлинов и так далее. Мы эти звуки не накладываем, это вот прямо живые! Все свое натуральное! Все свое натуральное, так сказать! С огородом! Город Пордубицы. Это город в центральной Чехии, который находится на слиянии двух рек Лабе и Грудинки. Он находится в 104 километрах востоку от Праги и является с административным центром. Здесь живет более 90 тысяч человек. Город был основан около 1340 года, но монастырь на этом месте находился еще в 13 веке. Город бурно развивался в конце 15-16 веков. Однако во время 30-летней войны он пришел в упадок. Настоящий экономический подъем город пережил в середине 19 века, когда в Пордубице пришла железная дорога. Вместе с ней пришла промышленность. В Пордубице важный промышленный центр. В городе представлены отрасли химической, машиностроительной и электротехнической промышленности. Интересное решение. Потрясающий красотый город. Это просто вообще вау! Тангаж рысканье, вращение в норме. На борту порядок, самочувствие хорошее. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья мои, замок судя по всему офигительный, надо в него обязательно сходить А то, что павлин без хвоста, ну это не важно Я заметил одну очень интересную вещь, деталь Дело в том, что для того, чтобы получить какое-то правильное ощущение от города, страны, места, которое вы посещаете Нужно находиться в определенном настроении, наверное, потому что, например, в городе Портубице я бывал много раз И никогда я не испытывал такого наслаждения, как в этот вечер на закате Не могу вам объяснить, но пройдясь по городу, я попал просто в какую-то сказку Очень здорово Так что ловите и впитывайте мое настроение И, может быть, и вам этот город откроется Как и мне Не забываем про футболочки А самое главное, что зацвел рапс, дорогие мои Вы знаете, что такое рапс? Конечно, знаю Все знают Все знают Это второе солнышко Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!